добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение недельных лавторы и сегодня у нас новая глава называется анамасей 40 лет пустыни 42 перехода для чего нужно было перечислять эти переходы пишет раши чтобы показать все события чтобы ничего не забыли что они нам всегда напоминали что было с нами пустыне чтобы мы реагировали на это правильно чтобы мы делали выводы из этого и всегда были в состоянии соблюдать заповеди и ни в коем случае не отходить от них начинаем вышли цены израиля из рамзе савсукот вышли мы 15 ниссана вышли мы по разным коленом то есть мы вышли не толпой организованно вышли по ополчениям их написано написано что вышли из рамсеса сукот мы знаем что мы жили в стране рамсес и всевышний вид идите никаких чудес чудеса были до этого всевышний казнил египет десятью казнями это мы все видели мы перестали быть рабами но этот шаг был непростой люди которые были рабами они родились рабами и теперь надо было выходить из страны за территорию когда которую мы никогда не выходили мы не имели права это у нас очень было тяжелое положение и мы это сделали хотя наши мудрецы пишут нас было около 20 миллионов вышла пятая часть очень ценный этот переход потому что без чудес вышли прошли из рамзеса в суккот и уже на стоянке суккот всевышний подарил облака славы после этого мы уже были защищены мы уже видели реально что облака славы не давали сильному солнцу нас сильно полить мы хорошо себя чувствовали как кондиционер сделал всевышний мы все 40 лет жили в идеальных условиях после суккота мы вышли в и там написано что всевышний не повел нас страну плешким потому что короток этот путь и повел нас и повел нас в обход вышли из дама пришли пикахероту и остановились станом в миг доле фараон увидел что заперла нас пустыня он видел что мы стоим он понял что бальц фон идол который находился в этом месте где мы расположились он понял что у нас у нас может теперь вернут назад всевышний совершил суд над всеми идолами египта он их всех уничтожил разрушил этот идол севера он понял что он имеет силу над нами и мы стоим возле него мы стояли на самом деле перед миг долем там был маленький городок или башня где мы находились народом ему до доложили его лазутчики что так то и так то что идол нас задержал фараон собрался гонится за нами всевышний сделал стол огненный стол разделил сынов израиля с египтом и на утро всевышний глава моря сильным восточным ветром говорит идите и написано что вышли из гахерота то есть пришли пикахероту вышли из гахерота куда ты топить делась нам не пишется но очевидно можно предположить что идола бальц фон он также разрушил как и остальных идолов и написано прошли среди моря в пустыню шур это глава бешалах а здесь на мс и шли три дня по пустыне и там там написано что вышли пустыне шур шли три дня по пустыне а здесь вышли в пустыню и шли три дня по пустыне и там возможно шура и там это одно и то же место возможно это разные места в одной Синайской большой пустыни, мы не знаем, но очевидно, можно представить себе, что все равно это одна большая Синайская пустыня, как наши мудрецы говорят. И все эти пустыни, которые были за эти все 40 лет, это все одна большая Синайская пустыня, мы не ошибемся. После этого написано, что пришли в мору, воды нет. Воды нет. Что делать? Мы должны молиться Всевышнему, просить воду, он даст воды. Тут вода горькая есть. Пить невозможно. Мы начинаем роптать на Маше. Ты нас вывел из Гипта, ты виноват. Маше молится Всевышнему, Всевышний говорит, брось дерево в воду и будет вода прекрасная. Маше бросил дерево в воду, была прекрасная вода, мы пили, все хорошо у нас. После этого Всевышний сделал переход, мы перешли из моры, пришли в Элим. И здесь 12 источников воды, 70 финиковых пальм, каждому колену по источнику воды. Каждому старейшины по пальме, у нас было 70 старейшин, это бывшие египетские насмотрщики, евреи, которые работали на фараона, которых угнетали египетские надзиратели, потому что они не заставляли нас давать ту норму, которая была до того, как мы начали собирать для себя сами солому. Теперь они вознаграждены, каждому старейшинам по пальме, они сидят, принимают нас, все вопросы мы задаем им. Здесь мы отдохнули и потом опять пришли к морю Суф. Очевидно, тот медраж, который говорит, что мы собирали богатства с колесниц, уже они были усеяны золотом, драгоценными камнями, мы их пособирали. И потом пошли от моря Суф, пришли к пустыню Син. Пустыня Син это тот же Синай, просто когда мы получим 10 заповедей на горе Синай, буква Ют маленькая означает 10, добавляется и будет у нас Синай. После этого мы пришли на стоянку Довка. Довка это переводится, забились сердца при виде голодной смерти, закончилась маца. Написано, что сыны Израиля ели мацу 30 дней. То есть получается мы вышли 15 Ниссана, вот через месяц, наверное, 15 Яра. После этого мы просим еду и Всевышний нам дает ман и называл эту стоянку Алуша. Алуша, Аврагам и Сара замесили тесто луши на еврейке для ангелов, которые пришли, там, бутника пришли, мы с вами знаем. И вот он их угощал, на тесто замесили, и за эту заслугу все вышли прислать нам ман. Пища, которая невероятная, она для праведников просто, что захотел, то во рту и оказалась. Люди, которые меньше верили, меньше соблюдали, то и не такой хороший вкус был. А кто вообще не хотел ничего, то ему приходилось очень далеко его собирать от шатра, и тяжело его молоть, и очень тяжело его готовить. И такого вкуса не было шикарного. В общем, мы получили этот ман, и мы еще просили мясо, потому что мы хотели мясо. Всевышний прислал вечером перепелов, налетели перепела, а утро дал ман. То, что наши мудрецы говорят, происходит вечером, Всевышний нам был не очень доволен. А то, что утром, это все с законом, действительно не было с хлебом, мы просили ман. Если бы мы хотели мясо, мы могли бы резать животных, которых, Беслав, весьма много скота мы вывели с собой из Египта. После этого мы пришли в Рифидим. Опять испытание водой. Воды нет. Что нам делать? Мы же понимаем, что в море мы неправильно поступили, что роптали на Маше. Мы опять начинаем роптать на Маше. Мы требуем, дай воды. Ты виноват, ты вывел из Египта. Маше говорит, взмолился Бог, еще немного не побьют меня камнями. Всевышний говорит, возьми посох и подойди к скалевних глазах, стукни по скале и пойдет вода. Маше так и сделал. Пило общество, всход, все хорошо, нам мало. Мы давай дальше. Мы говорим, есть ли Бог среди нас или нет. Это уже были страшные слова. После всех чудес. У нас чудеса вокруг. У нас небо хлеб. У нас птицы прилетают невероятно откуда у нас мясо появляется. У нас море открывается перед нами. Чудеса неимоверные кругом. Пришел Амалек с огромного расстояния. Прибежал, начал убивать. Единственный случай в пустыне, когда кто-то из других людей нас убил. Убивал тех, кто отслаб и отстал. Егошев выходит на войну. Весь народ с ним. И это не было легкой победой. Ничего Егошев сделать не может. Маше держит посох. Обращается ко Всевышнему. Когда Маше держит посох, обращается ко Всевышнему, побеждает Егоша. Как только руки не ослабевают, побеждает Амалек. Огоронный хур взяли, подложили под Маше камень. Сами с ним держали его с посохом. И написано. И ослабил Егошева Амалека силой меча. Были убиты люди. Да. Ничего не могли сделать. Не поняли. После этого мы приходим в Хорев. Местность, где находится гора Синай. Здесь мы знаем события. Мы подготовились. Из 6-го Сивана получаем 10 заповедей. Две первые заповеди мы сами слышали. Я Бог Всесильный Ваш. И вторая. Это не будьте других богов. Первая заповедь означает 248 повелений. Вторая означает 365 запретов. Местность, это 613 заповедей Торы. Мы не могли дальше слушать. Мы попросили Маше, чтобы он говорил. Души наши повылетали. Мы боялись, что мы все умрем. Остальные заповеди нам передал уже Маше. После этого Маше поднимается на гору. Получает Тору от Всевышнего. Мы не дождались, пишут наши мудрецы, один день. Просчитались. Не могли это выдержать. Требовали тельца сделать. А Гарон пытается что-то сделать. Пытается говорить, никто его не слышит. Хур говорит, это идло поклонства. Никакого тельца мы делать не будем. И вот тут же забили камнями. Хур это племянник Маше. И племянник Огорона, он сын Мирьямы Калева. Убили. Огорон понимает, если он продолжит в таком же духе, его убьют, Всевышний народ не пожалеет. Народу конец. Огорон говорит, возьмите серьги у ваших жен, дочерей, снимите давайте, будем делать. Он решил взять вину на себя. Если он будет делать рецепт, то он будет один виноват, а народ останется целый. И он решил тянуть время. Думал обрабатывать, медленно изготавливать. То сегодня Маше вернется с горы. И тут-то было. С нами вышли два египетских волхва, которые с молча колдовства и с мальчиком вместе. Мальчика звали Миха, которого Маше спал, фармон замуровал его в стену. Они сделали этого тельца быстро. Маше вернулся, еще даже возвращается, Всевышний говорит, что раслился твой народ, который вывел из Египта. А у Маше в руках скрижали каменные. Маше понял, что надо что-то делать. Он понимал, что раз народ раслился, и спели уже и песню. В общем, все, что сделали, начали заниматься страшным злопоклонством. Маше решил, ну что, если он сейчас придется с скрижалями, то Всевышний с народом расправится. Маше выпрашивает прощей народа, а сам бьет скрижали. Нет документов, значит, нет дела. Он решил взять вину на себя. Пусть сам погибнут, народ будет целый. То, что я гарон. Маше это сделал. Пришел в Хстан, увидел, что народ распустился, распустил его гарон. То есть они даже оргию там устроили. Это страшное дело, что они там сделали. В общем, Маше говорит, кто за Бога ко мне. Встали все ревиты. И он говорит, казните виновных в этом деле всем. Кого они знали, они казнили, около 3000 человек. Остальные же не знали, кто собирал эти деньги на тельца. Что делали? Маше берет этого тельца, растер его в порошок, и вбросил его, этот порошок вбросил его в ручей, иссякающий с горы, и весь народ пил. Кто был виноват, умирал. Страшных муков. Как испытание сотой, которое мы читали, женщина, которая подозревается в измене. После этого Маше под горой 40 дней, просит прощения у Всевышнего. Всевышний прощает в очередной раз. Маше поднимается на гору и получает опять Тору. Разъясняется ему заповеди в Йом-Кипур 10-го тише, и он спускается с горы. Это все событие вот возле горы Синай. Спустился с горы, лицо у него светится, он это даже не знал, народ испугался. В общем, казалось, все хорошо, мы строим храм, освящаем храм. После этого мы выходим от горы Синай. Если вы же говорите, идите, идите в страну. не успели мы далеко уйти, пришли в одно место и начали мы требовать пищи, которую вожделели. И возгорелся огонь Всевышнего, и сжег он край стана, как мы читаем, в главе Биалатха. И назвали это место Тавера. Пишется, лучше, как в Израиле, поверх. действительно, после этой Таверы и то, что дальше произошло, мы вообще, имена вождей, которые названы в книге Бемидбар, в первых трех главах, больше мы ни разу в тот день не упоминаем. Погибли они. Мы видим, что нам это не помогло, хоть и сжег Райстана, мы начали поняли, что наглости у нас не получается, мы начинаем плакать, кто накормит нас мясом. Всевышний говорит, «Будете есть мясо ни день, ни два, ни пять, ни десять, ни двадцать, а целый месяц, пока созрея не повылазит». И мудрецы не говорят, «Был мор, и погибли сразу». И говорят, «Нет, как Всевышний сказал, месяц, так месяц и было». После этого Всевышний говорит, «Идите». Простил, «Идите». «Идите в страну, которая им сказал». «Мы говорим, мы боимся». «Мы боимся, мы не знаем, что там». «И давайте пошлем разведчиков». Маше обращается к Всевышнему, Всевышний говорит, «Ну, если надо, пошли от себя людей». Маше выбирает самых лучших вождей и отправляет в разведку. 12 колен, 12 вождей, среди них идет Калев, сын Ефуна, из колена Игуды, Егоша, сын Ефраима, и так дальше. И Галь, сын Йосифа, из колена, и Сахара, и так дальше. Пошли в разведку и поняли, что если они сейчас пойдут в страну, то могут уже перестать быть вождями. А лучше быть вождем в пустыне, чем простым человеком в стране, которую нас Всевышний ведет. Потому что Маше, мы знаем по пророчеству, что его не будет, нас не ведет в страну, а новый вождь уже поставит своих вождей, и мы переставим его вождями. Так пишет Медраж. И поэтому решили оттянуть время прихода в Египет. Сговорились между собой, Калев не хотел их слушать, пошел молиться на могилу праотцов, пещера Махпила, Хеврон пошел молиться. После этого мы приходим с разведки, приносим фрукты невероятных размеров, там были фрукты огромные, кисть винограда, которые пишут, несли на плече вдвоем. На самом деле пишут Медраж, что в России 8 человек, в другом Медраж 16 человек несли, огромная грозь была. Мудрецы говорят, 960c, это около тонны. Конечно, мы увидели такие плоды, и они сказали, что прекрасная страна, но усилен народ, люди великаны, мы не можем на них идти, мы испугались, поверили, мы не Маше, не Всевышнему поверили, а поверили мы разведчикам. И они говорили, казалось, всю правду, но, можно сказать, всю правду, она будет ложью. Как пишет Трамбам в Лос-Сеной памяти, пишет, что он может быть злодеем в рамках Торы. Но Всевышний говорит, что они возносили злую молву на страну, которую вы смотрели. И поэтому 10 разведчиков, они погибли, их не стало. После этого Маше сказал, что Всевышний вами недоволен. Мы вдруг, вдруг мы осмелели, мы говорим, мы поднимемся в эту страну, как говорит Всевышний, и будем воевать. И пойдем сейчас на войну. Маше говорит, не поднимайтесь, вы погибнете, Ковчег с вами не пойдет, Всевышний не пойдет. Мы, которые только что от Амалека настрадались, дни прошли, не годы, он нас убивал, мы ничего против него сделать не могли, мы идем на него. Мы идем, казалось, без благословения, идем против него и против Амалека, и против Кнанеев, 31-го Кнанеевского царя. Если мы посмотрим еще главу Дворим, то идем и против Эмарейских двух царей, против, там, получая, Маа в них ходит, то есть, чуть ли не мировая война. Против Амалека, конечно, у первого. Мы это идем. Как это можно пойти, если мы неверующие люди, которые не верим во Всевышнего, и тут мы проявляем невероятную веру. Мы идем, и все, будь что будет. То есть, получается, нас должны просто сейчас убить. Никто в живых не останется. Мы идем, значит, мы понимаем, что нас Всевышний защитит. Мы понимаем ситуацию, как у Лота было, мы вспомнили. Пришли два ангела, они сняли растерзать этих ангелов, там, изнасиловать. Лот говорит, делайте с моими дочерьми, что хотите. Он понимает, что у него ангелы в доме, что ему ничего не будет. Насколько он понимает ситуацию. И действительно, его ангелы спасли. Мы тут тоже хорошо понимаем. Ведем мы себя плохо, но знаем, кто наш Бог. Мы хорошо себе это представляем. Казалось, люди неверующие, как Всевышний говорит, вырод подлый, жестоковыйный, но хорошо знаем, что наш Папа нас не оставит. Мы идем в горы, пошли сражаться, вышли, МРА, и били нас, как делают пчелы. В общем, вы вернулись, вы и плакали. Рожа говорит, что значит пчелы? Почему Всевышний написал шершень? Шершень убивает, а пчела, она жалит, сама погибает. И так Всевышний сделал, они погибали, а мы покусанные вернулись. И Всевышний говорит, невзирая ни на что, что вы понимаете теперь, кто я. Вы понимаете, кто ваш Бог, вы хорошо это понимаете, это видно, по вашему поступку. Ни один человек из вас не погиб, но в пустыне вы будете жить 40 лет за вашей проделки. И все, какие бы вы ни были. Ну что, пошли дальше, вышли из этой ритмы, это разведка, она называется пустыня Паран, еще называется Кадеш Барна, в главе дворей. Идем мы дальше, пришли мы в Хацерот. Мириам поражена проказой. Или даже до этого было Хацерот, до ритмы, не важно. Было это Хацерот, за то, что Мириам говорила против Кушитки, которую взял Маше в жены, говорила Лошона Ра, потому что не надо говорить. Казалось бы, говорила то, что она видела правду, но нельзя говорить в присутствии третьего человека. Она Агрону рассказала, что Маше что-то у нее не те отношения с женой, как положено. И мы знаем, что Всевышний собрал их всех троих и сказал, что вы зло сделали против Маше. То есть, она распустила злую молву, Всевышний поразил ее проказой, Агарона тоже, но Агарона сразу убрал проказу, чтобы не позорить первого священника. А Мириам была покрыта проказой, как мы видим, в последней стадии, пишется, если покрыла проказа все тело с головы до ног, сколько могут видеть, лазакой, она чиста. Это мы видим, потому что сказал Всевышний, подождет 7 дней, потому что если бы отец ей плюнул в лицо, не скрывалась бы она 7 дней. Так, если бы это была проказа такая, еще действующая, то она бы 7 дней контрольная, потом еще 7 дней, потом определились. Нет, всего 7 дней, это контрольные были 7 дней и все. Значит, она уже была сразу извлечена. Просто 7 дней она подождала. мы ее ждали, пошли дальше, то есть потом это же Ритма, это где, мы в разведку пошли, потом пошли в Римон Перец, нам неизвестны эти стоянки, что на них происходило, и потому что только названия остались. Потом Ливна, потом Рисна неизвестна, вот Кегелат, Кегелат, восстание Караха. Караха восстает, он понимает, что богатство, которое он вывел из Египта, он был там главным казачьем страны, как пишет Медрас, когда Всевышний сказал, берите у египтян долг, вещи серебряные, золотые, он взял весь золотой фонд страны, ему отдали. И вот он думает, воспользуется, будет богатым человеком, а он не может воспользоваться, уже 40 лет пустыни, что же он себя железяки будет тягать, и он пытается поднять восстание. Ищет несправедливость, говорит, я должен быть вот на этом месте, потому, потому что Эльцефан, сам Узиэля, он, получается, должен быть после меня, а я, как сын второго сына из Гара, потому что Машей, сын первого сына Амрама, а я второго, а Узиэль, сын четвертого сына Узиэля. И поэтому он считает, что он должен быть первосвященником. И он это пытается сделать, пытается свергнуть власть, то есть, бьется за первые дожи в стране, старается, Всевышний это ему не дал, делает величайшее чудо, он его загоняет с его сообщниками, Датаном и Верамом, с семьями, загоняет под землю, в преисподнюю, и написано, живыми в преисподнюю сошли. Не просто умерли их, похоронили, и они там потом пошли в ад или в рай. Именно в преисподнюю с живыми, какая-то невероятная казнь с ними произошла, а людей, которые были его сообщниками, Всевышний получился сжог, но они получили будущий мир, потому что они соблазнились на слова Караха, думали, что они Боря за правое дело, но их смерть их искупила, все, что они делали, не так. 250 человек погибло, потом был морд, 14700 человек, только, наверное, 1015, как минимум, погибло после этого события с Карахом. мы пытались что-то делать, все вышли, чудеса дополнительные делает, берет посохи, 12 посохов от колен собрал, и написал на каждом посохе имя вождя, родночальника колена, и сказал, какой посох расцветет, того и дожность первого священника и будет. И расцвел посох Огрона, чудо невероятное, созрели почки на нем, листочки, цветочки, миндаль, и все одновременно, и это за одну ночь, на одном посохе, это чудо было невероятное, это похлеще, чем вырастут цветочки на сухом пенечке. Чудо такое, чтобы все успокоились, когда увидели этот посох, это уже было что-то невероятное. После этого нам неизвестно, что происходило в этих стоянках, Гаршифер, Харат, Магилот, Тахат, Тирах, Тирах, может название, потому что отца Авраама звали, Тирах, мы не знаем. Потом Митка, Равы Сказибра, в Волосевной Павле, говорит, что там вода была прекрасная, сладкая вода. Был Хашмон, Амасирот, Амасирот еще вернемся, потом был Бнеякан, Хорайтгат, Гаршифер, Харат, Магилот, Так сейчас вспомню, Тахат, Митка, Хашмон и Масирот, Бнеякан, Хорайт, Етвата, потом Аврона, потом Сен-Гевер, и потом пустыня Цин, она же Кадеш, и умерла там Мирьям, вот так. Умирает Мирьям, это было, мудрецы говорят, что это было 10-го Несана, последний год пустыни, 40-й год. Колодец пропал, воды нету, мы все, мудрецы Торы, учили Тору 40 лет. 39, буквально в этот момент пока 39. Ну, из первых уст, из Маше, Агарона, Елизара, и Тамара, и Егошева, то есть мы уже ученые люди. Мы должны были молиться Всевышнему, чтобы Всевышний дал воды. И мы опять не выдерживаем испытания. Мы просим воду, и вывели Маше из себя, Маше молится Всевышнему, Всевышний говорит, возьми посох на глазах у народа, подойди к скале, и с крыши вдала воду. Маше подходит к скале, и говорит нам, слушайте строптивы, не из этой, или из скалы, излечь нам для вас воду. И бил по скале два раза. Первый раз вода засочилась, мы говорим, вот этим ты хочешь напоить весь народ, и скот, Маше ударил второй раз, Всевышний пожалел, пошла вода, пила общество, и скот, но Всевышний говорит, за то, что вы не осветили имя в моих глазах всего народа, то вы теперь умрете здесь в пустыне, и не перейдете через Иордан. Это действительно страшное известие, нам, конечно, трудно понять, почему они удостоились этого. Просто мы знаем, что Всевышний сказал, что они неправильно поступили за это. Мудрецы говорят, ну, может за то, что сказали, слушайте строптивы, может за то, что бил посохом по скале, но Маше говорит, нам он говорит, из-за вас на меня разневался Бог, и сказал, ты тоже не войдешь в страну, и ты умрешь здесь. То есть мы довели его, мы виноваты. В конце концов, по-другому это не поймешь. После этого мы идем границей Исава. Это возле горы Гор. Мы просим Исава пропустить, пройти через его страну. И ему говорят, я братва, Израиль, иду, пропусти нас. Всевышний запретил воеваться Исава. Нападать на его нельзя. Мы просто попросили, если будем у тебя воду брать, то мы уплатим серебро за воду. Мы все будем делать, то, что ты скажешь. Пойдем по проложенной дороге, пройдем и все. Он говорит, нет, я с мечом выйду, вышел на смеченную встречу, и мы не имели права идти. Всевышний говорит, говорит, Аарону, приобщиться Аарон к народу своему. Это уже пятый месяц, первое число пятого месяца взошел Аарон, Маше и Элязарствен его на гору гор и переодевает Маше Аарона, одевает его одежду Элязару, сыну его, и он умер божественным поцелуем, без страданий, так умирает Мирьян, так потом вследствие умирает. Аарон, Маше, легкая такая смерть, они это заслужились. В общем, это произошло в пятый месяц, первый день месяца, Аарону было 123 года, когда он умер на горе гор. И стал служить Элязар, сын его, вместо него. Похоронили его и оплакивал Аарона весь дом Израиля. Если Маше оплакивали все сыны Израиля, то есть весь дом Израиля, потому что его любили все. Он был миротворцем, он всех подсмирил, он никому не относился, в общем, все с любовью. Мирил всех, люди поссорились, он подходил и говорил, сожалеет твой друг, что ты с ним поссорился, тому, говорит, тоже подходил, не знает, как тебя встретить, и обнимались. В общем, после этого мир наступал, он мирил между мужем и женой, ему прощалась эта ложь. В общем, Аарон умирает. Кнаней царь Рада увидел, что когда умер Аарон, в честь которого были даны эти облака славы, облака отошли. И он понял, что можно нападать, нас убивать. Наши мудрецы говорят, это был Амалек. Он переоделся в кнанейскую форму и напал, и победил нас, и захватил пленных, пишет Раши. Пишет, пишет пленных, Раши пишет, что одну рабыню. Но мы боимся воевать, новое поколение. И мы решили вернуться. Когда-то мы сказали фразу, давайте выберем новых вождей, вернемся в Египет. Зря ничего говорить нельзя. Мы вернулись. Мы вернулись на семь переходов назад. Это восьмая стоянка отсюда, от горы гор. Восьмая стоянка. Она и называется Масрут. Левиты погнали святое колено, пытались насвернуть. Началась война гражданская. Брата убийственная. Перерезали друг друга. Мы об этом говорили не раз. Семь семей из сынов Израиля были убиты. Их не хватает. И лови пенхас, если мы посчитаем. И четыре левитских семьи тоже были убиты. Их тоже не хватает. Получается, левиты нас вернули такими страшными событиями, войной. Вернулись мы и говорим Всевышнему отдай нам этих врагов. Если ты отдашь, то я посвящать буду тебе все. В общем, Всевышний нам отдал этого Амалека. Это была война выигранная. Победили его. Не обслабил силой меча его, что Амалека, как это было в Рефидиме. А уже полностью мы его здесь побеждаем. Амалека мы обходим гору Сьер после этого много дней. И вышли, пишется, Адлеры гор, пришли в Цальмону, вышли Цальмону, пришли в Пунон. Опять начал роптать народ. Начал роптать народ, недовольство проявлять свое. Ропот начался, не держим опять испытания. И наслал Всевышний на народ ядовитых змеев, сарафов, которые горячим ядом жали и убивали. Наши мудрецы пишут толщиной с бревно. Реально убивали. Мы пришли к Маше, говорим, мы согрешили перед Всевышним, перед тобой убери змеев. Просил Всевышнего брать змеев. Маше молится Всевышнему, Всевышний говорит, возьми, сделай змея, укрепи его на шест, и каждый взглядит на змея, выздоравливать будет после укуса змеи. Маше сделает медного змея, вырубил, прикрепил на шест, и когда мы молились к Всевышнему, мы видели перед собой изображение этого змея, потому что, как змей пускает яд своим языком, то также и мы пускаем своим ртом яд, когда мы ропщим. И чтобы нам это знали, и Всевышний змеев не убрал. Теперь, когда змей кусали, нам было больно, плохо, но мы выздоравливали. Вот так это было. Теперь пришли в овод, вышли из овода, пришли ей и говорим, что границы Маава и Бешна вышли из гима. То есть, какие-то события произошли. То есть, мы уже говорили, пиха херот стал херотом, и говорим, стал гимом. Значит, какие-то события, впечатления от текста, что это же степи Маава, что здесь мы сразились с имарейскими царями, с Сихоном и Огом, победили их, мы знаем эти две войны с великанами, воины Всевышнего, где никто не погиб, ничего, мы просто их победили. Забрали землю царей имарейских и попал туда Маав, который был порабощен давно уже царем, имарейским Сихоном. То есть, нам эта земля досталась. Дальше, что идет у нас, пришли в Дивангад, из Дивангада пришли в Альмон, где в Латаем, потом пришли к горам Аврим, что пред него. Это горы, где впоследствии умирает Маше. И пишется, расположились в степях Маава у Иордана напротив Ирихона и расположились от Бейд Гаишимото и Довель Гашетима в степях Маава. Это последняя стоянка и тут в Шетиме страшное испытание. Мы знаем, что Балак пытался нас проклят с помощью пророка Беляма. У него это не удалось. Он все его попытки превращают в благословение, мы это знаем. Белям, когда уходит, он советует Балаку совратить нас на служение идолу Баальпиору с помощью своих дочерей, с помощью своих жен. В общем, им это удается, то, что мы с вами мечтаем. И нас совратили. И начался страшный мор и Пенхас, он был внуком Агарона, он остановил мор. Дошло до чего, что вось колено Шимона, земли сын Салул, взял себе принцессу Медьянскую, Казмий, дочь Сюра. Наши мудрецы говорили, что это был Балак, вот свою дочку он не пожалел для этого. И пошел с ней в шатер, на нас всех прелюбодействовать. Маше пытался остановить, он говорит, ты сам женатый на Медьян-итянке, что это мне нельзя. его не интересует, что кто-то гьюр проходит или что-то. Не интересует. Маше не знает, что делать, не знает, какую галаху применить. А Пенхас он вспомнил о хоре в Нителе и пошел их казнил на глазах у всех. И когда они были вместе, он их проткнул копьем так, чтобы копье прошло через половые органы. Он выносит их шевелящиеся тела на копье всех на глазах во двор. Все это увидели и мор Всевышний прекратил. И Всевышний для Пенхаса поменял закон Торы. То есть никто не может стать коином, если у него папа не коин. Это невозможно. Элизар он коин. Но Пенхас родился до того, как его коином назначил Всевышний. И получается он был левитом. И Всевышний говорит для него будет издан закон, издается он получает вечное священнослужение. Пенхас внука Гарона, сын Элизара получает статус коина, он становится коином. И даже мы знаем после своего папы Элизара, когда его не станет, он будет тоже первосвященником. Вот так. Мы пересчитали сколько нас осталось. Нас осталось 600 на 1730, а при первых двух пересчетах было 603 550, не намного меньше, но если бы мы не сотворили то, что мы сотворили в этой братоубийственной войне, и с этими змеями, и с теперь этими событиями страшными 24 тысячи потеряли, то конечно было бы больше. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был танца поднятия души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хаям Малка бен Йосиф, Мира бен Аврагам, Роза бен Михаэль, Самуил бен Герш, Памяти Ури бен Харитон, Полина Бен Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двойра Бат Мирьям Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Моэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ида Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Леор Бен Клара Вадим Бен Мария Всего хорошего Олегу Марченко Делитесь этим видео с друзьями Кто Желает Чтоб за него Мы упоминали Вот за него Упоминали мы После чтения Торы Вот мы Говорим Кому за здоровье Кому что нужно Пишите имена И имя Отчество И Если здоровье Имя И имя Мамы Будем стараться Будем стараться Говорить о них Так что До следующего До следующих встреч Всем всего самого наилучшего Я надеюсь Это будет завтра В 15.30